Добрый вечер. В эфире программа «Диалог» в студии Рамин Уриев. Огромное количество людей в России сейчас являются участниками пенсионной реформы. И у каждого из них есть возможность перевести накопительную часть своей пенсии в эффективное управление, в частности, в негосударственные пенсионные фонды. У югорчан в этом плане наиболее выигрышная ситуация в сравнении с другими регионами страны. В нашем округе практикуется уникальное сотрудничество между правительством и ханты-мансийским негосударственным пенсионным фондом. Пенсионные пенсионные фонды Вот уже пенсия по старости, и вот когда на языке появляется слово «пенсия», начинаем, наконец, думать. Черт возьми, а сколько возьмите, а проживу ли я на нее? Задумываться в нашей стране принято в самый последний момент, и это при том, что условия для накопления своей будущей пенсии созданы давно. Уже в течение 8 лет правительство Югры в этой части предлагает уникальные возможности. Совместно с ханты-мансийским негосударственным фондом власти округа предлагают работникам бюджетной сферы приумножить свои накопления. Каждый вложенный в будущее рубль за счет регионального бюджета умножается на два. Ранее такие программы были только у корпоративных фондов ТЭКа. На сегодня два университетных пенсионного фонда, ханты-мансийский и московский, которые учреждены правительством. Остальные все от корпораций, от организаций, деятельность которой оговорена их коллективным доктором. И причем сотрудники бюджетной сферы. Донести до всех преимущества программы для бюджетников удается с каждым днем все лучше. И для тех, кто уже в теме, плюсы этого направления деятельности ханты-мансийского фонда очевидны. Даже помимо молодой ведомых, тысячу несет за него, тысячу может государство, и тысячу может правительство, да, округа. То есть уже начинать себе вот это. Можно и половину, но надо задачами. Ну, стажистов тем более, я уже рассказывала про визу, мы уже на три тысячи правительства. Три с отпускной, мы уже на пятнадцать, правительство пятнадцать. В тонкости о пенсионной реформе и ее благах нам сегодня поможет разобраться директор сургутского филиала ханты-мансийского негосударственного пенсионного фонда Прудникова Милауша Габидуловна. Добрый вечер. Добрый вечер. Милауша Габидуловна, о пенсионной реформе говорят довольно часто и довольно много. Но при этом большинство людей не разбираются, что же мы все-таки конкретно реформируем. Ваш фонд сейчас успешно занимается внедрением программы для бюджетников. Как было отмечено выше, это уникальный опыт не только для нашего региона, но и для страны в целом. А в чем смысл предлагаемой вами программы? Институту негосударственных пенсионных фондов 16 сентября этого года исполнилось 20 лет. То есть ханты-мансийский негосударственный пенсионный фонд в этом году отметил 17-летнюю годовщину, 4 июля это произошло. Изначально ханты-мансийский негосударственный пенсионный фонд, учрежденный правительством округа, был, собственно говоря, и нацелен на работу с бюджетными учреждениями. То есть ранее существующий 81-й окружной закон, который прекратил свое действие 30 ноября 2010 года, предполагал выплату дополнительной пенсии в простонародье так называемой губернаторской надбавки. Значит, предполагал выплату губернаторской надбавки не только работникам бюджетной сферы, но и всем жителям Югры, которые прекратили трудовые отношения. С сведением нового окружного закона, который вышел 6 июля прошлого года, закон называется о дополнительном пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан. Но мы как-то привыкли называть этот закон о дополнительной пенсии для работников бюджетной сферы, поскольку этот закон очертел определенный круг людей. То есть это работники бюджетной сферы, которые могут назначить себе дополнительную пенсию. Это орденоносцы, которые имеют орден за заслуги перед государством в период работы в округе в нашем. И члены союзов писателей и художников, которые, естественно, имеют определенное членство, зарегистрированные здесь у нас в округе. То есть только эта категория граждан на сегодня может прийти к нам и назначить для себя дополнительную пенсию в простонародье, так называемая губернаторская надбавка. В этой среде, значит, есть определенная часть, то есть сами работники бюджетной сферы, как правило, это работники образования, культуры, здравоохранения и спорта, который имеет право сформировать для себя дополнительную пенсию. И эта дополнительная пенсия у бюджетников состоит из двух частей. То есть из базовой части, то есть губернаторская надбавка, кому привыкли ее, да, и накопительная часть, которая формируется самим вкладчиком с участием бюджета округа. То есть довольно симпатичная такая картина получается у работников бюджетной сферы по формированию дополнительной пенсии. Вы перечислили довольно такую широкую категорию людей. А есть ли какие-то ограничения для желающих воспользоваться такими предложениями? То есть, к примеру, какой должен быть бюджетный стаж у человека? Если мы говорим о предыдущем законе, то есть есть такая динамика, скажем, ну, некого потенциала положительной динамики в сторону работников бюджетной сферы. То есть 81-й окружной закон, ранее существующий, предполагал, что стаж должен быть не менее 10 лет для того, чтобы начать формировать накопительную часть трудовой пенсии. Сейчас достаточно 5 лет бюджетного стажа, то есть не обязательно должен быть непрерывным, то есть это может быть прерывный, то есть суммарный бюджетный стаж работы в округе. И эта категория граждан может заключить с нами определенный договор, договор для работников бюджетной сферы и начать формировать для себя дополнительную пенсию, отчисляя заработные платы от 1 до 10% в зависимости от возраста, причем на эту сумму идет из правительства округа, идет дополнительное софинансирование, то есть на каждый рубль бюджетника вкладывается такой же рубль из округа, причем ежегодно на сумму вкладчика идет еще дополнительный инвестиционный доход. А есть ли риск того, что эти деньги когда-нибудь, ну, в какой-то определенный момент может съесть инфляция? Дело в том, что указ президента, который вышел 20 лет назад, то есть однозначно прописывал цели, для чего создаются негосударственные пенсионные фонды. То есть одна из целей это формирование дополнительных пенсий помимо государственных пенсий, и второе это защита от инфляции. То есть размещая средства негосударственные пенсионные фонды, ну, изначально подразумевается, что человек данным образом уходит от съедания, как вы называете, собственных средств от инфляции. Ну, буквально на днях наши корреспонденты побывали непосредственно у участника вашей программы. Я думаю, вам будет интересно посмотреть оценку со стороны. Владимир Степанович отдал образовательной системе 33 года. Сначала преподавал в Башкирии, затем перебрался на север. За плечами учителя, а затем и директора школы в поселке Локосово и Белый Яр. В последнем он проработал 17 лет. В образовательном учреждении, которое он и возглавил, учились трудные подростки. Когда работаешь с трудными подростками, они более благодарны, чем дети, которые из более таких полноценных семей. Но один случай из практики Владимира Степановича залег в душу на всю жизнь. Я запомнил Саляму Марата, они были из него получены, семьи два брата. И он, когда встретил меня, мы с ним встретились на остановке автобусной, и он чуть не даже руки мои не хотел поцеловать. Я говорю, что так благодарил меня, благодарил учителей, что спасибо, что дали возможность учиться в такой школе, в такое выживательное отношение. На заслуженный отдых Владимир Степанович вышел в 58 лет. Сначала пенсионеру было как-то не по себе. Необычная такая ситуация, социальный статус сразу меняется. То ты рабочим был, а это статус пенсионера уже. Что-то привычки какие-то менять приходится. Ну и в материальном плане уже не так. Правда, в финансовом плане Владимир Степанович подстраховался. За три года до выхода на пенсию вложил деньги в Хантаматийский негосударственный пенсионный фонд. Я узнал, что негосударственный пенсионный фонд, накопительная часть, она формируется из двух частей. Формируют резиденты, участники пенсионного фонда и бюджет округа половину формирует. Ну и, естественно, узнал то, что вот эти накопления, они инвестируются в долгосрочные инвестиции. Теперь, благодаря проценту от инвестиций, Владимир Степанович ежемесячно получает прибавку к своей пенсии. Этот доход увеличивает накопительную часть пенсии. Соответственно, вот это, что нигде такой доход не получишь, если ты вложишь кредитные организации какие-то. Там у них в лучшие времена 8-9 процентов. А это увеличение значительно больше. На этом преимущества вклада в хантамансийский фонд не ограничиваются, признается пенсионер. И все благодаря поддержке окружных властей. Государство возвращает вычеты. Вычеты в количестве 12-13 процентов подоходного налога. То есть, если ты 50 тысяч рублей, например, предположим, унес накопительную часть, тебе около 13 процентов 6,5 тысяч государству вернет. То, что она подоходного налога удержала, тебе будет возвращаться участникам пенсионного фонда. Итак, Миларуша Гиппадоловна, что касается налогового вычета, каким образом проходит процедура возврата подоходной части? На сегодня те работники бюджетной сферы, заключившие договор, перечисляют сумму на свои индивидуальные лицевые счета в пенсионном фонде через бухгалтерию собственных учреждений. То есть, если это, скажем, образование, то это управление учета отчетности. Значит, мы даем в договору соответствующее заявление, то есть форма заявления проговаривается, то есть они пишут в произвольной форме. И там идет напоминание бухгалтеру о том, что сумма, которая перечисляется в негосударственные пенсионные фонды, они не облагаются подоходным налогом. Причем, если, скажем, пенсионеру, которому 50 лет, и у него есть 5 лет бюджетного стажа, он имеет право 10% из заработной платы перечислить через бухгалтерию на свой счет. При этом, скажем, если его зарплата составляет 30 тысяч, 3 тысяч он перечисляет на свой счет, а оставшиеся 27 тысяч, только эта сумма облагается подоходным налогом. То есть на сегодня налогообложения негосударственных пенсионных взносов защищены законодательно, то есть до 120 тысяч рублей ежегодно человек может вкладывать в негосударственные пенсионные фонды, которые не облагаются подоходным налогом. Владимир Степанович упомянул об инвестировании вложенных средств. Во что вкладывает ваш фонд и каков гарантированный доход участников программы? Дело в том, что негосударственный пенсионный фонд имеет, скажем, несколько видов договоров. Соответственно, каждый вид договора предполагается соответствующей инвестицией. То есть есть портфель консервативный, есть портфель более расширенный. То есть средства вкладываются, скажем, не только в рынок ценных бумаг, не только в паевые инвестиционные фонды. Все это делается через управляющие компании. Но и здесь жители Сургута могут видеть, куда вкладываются деньги с негосударственного пенсионного фонда. Это два замечательных таких проекта строительных, как микрорайон Александрия и микрорайон Никольский, который в последние месяцы активизировал свою работу. И это видно. Жители Югры стали получать квартиры с этих микрорайонов. То есть вот, пожалуй, видно даже наглядно, где работают средства из негосударственных пенсионных фондов. А если риск того, что я могу потерять вот эти все льготы при переезде в другой регион? Или как-то вопрос это решается? Нет. Дело в том, что если человеку назначена дополнительная часть, вернее, накопительная часть дополнительной пенсии, в простонародье так называемой губернаторской надбавки, то есть при назначении данной пенсии, естественно, полностью просматривается вся документация для назначения губернаторской надбавки. Если человек прошел, вернее, документы прошли, экспертизу соответствующую, человеку назначен на губернаторской надбавку, он может спокойно жить и в Калининграде, и в Владивостоке, зная, что Хантамансийский округ о нем помнит, ежемесячно перечисляя ему дополнительную пенсию. Причем процесс перегистрации значительно упрощен. То есть те жители, которые находятся здесь на местах, приходят только с паспортом для перегистрации, а те живут, скажем, за пределами Югры, они могут прислать справочку с места жительства, предложить заявление с просьбой о проведении перегистрации и прислать на наш адрес. То есть процесс перегистрации упрощен, и деньги мы перечисляем по территории Российской Федерации от Калининграда до Владивостока. У нас небольшая пауза, не переключайтесь, реклама будет недолгой. Реклама на радио и телевидении Сувенирная продукция Рекламно-информационное агентство «Пять звезд». Телефон 221-555 А я напоминаю тема сегодняшнего диалога «Накопительная часть дополнительной пенсии. Способы эффективного управления ей». В гостях в студии директор стургутского филиала Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда Прудникова Милауша Гебадулина. Милауша Гебадулина, мы уже выяснили, что при вкладе в ваш фонд бюджетник гарантированно получает налоговый вычет, у него появляется доходная часть, которая сохранится в том числе и при переезде в другой регион. А вот в случае гибели получателя наследуется все это или нет? Да, то есть закон предполагает наследование дополнительной пенсии. Значит, дополнительная пенсия, которая состоит из двух частей, мы уже знаем, что это базовая часть, губернаторская надбавка, и накопительная часть, которая сформирована за счет средств вкладчика и за счет средств округа. Здесь очень тонкие моменты. То есть губернаторская надбавка, базовая часть трудовой пенсии, то есть, к сожалению, она у нас не наследуется. То, что касается накопительной части, эта часть, естественно, наследуется. Вот по Гражданскому кодексу наследники в первую очередь, как правило, претендуют на эти средства. Наследуется как в период накопления, так и в период выплаты. Ну вот кроме базовых надбавок, есть ли это? Я прошу прощение, я хотела бы добавить. То есть та часть, которую вкладчик сам вложил, то есть гарантия на них, естественно, стопроцентная, в случае смерти вкладчика, то есть... Его вклады переходятся по наследству. Да, его вклады переходятся по наследству. А та, что от правительства округа, эта часть именная, то есть мы должны понимать этот момент, что правительство округа говорит спасибо данному человеку, что он отработал 15 лет в Югре, в наших северных условиях, и только в этом случае ему правительство выплачивает эти средства. Ну вот мы проговорили, да, про базовые надбавки, а есть ли какой-то гарантированный доход? Да, то есть при формировании дополнительной части дополнительной пенсии, накопительной части дополнительной пенсии, значит, на средства вкладчика ежегодно идет гарантированный доход. То есть здесь мы определили в пенсионном фонде, то есть обязательным условием на 1 апреля следующего года за отчетным мы начисляем на эти средства 6%. То есть на 1 апреля это обязательное условие, остальные суммы в течение года, она до начисляется. Это обязательное условие на сегодня. А что нужно сделать для того, чтобы стать участником вашей программы? То есть какие конкретно документы нужно собрать человеку? Ну, я уже говорила, что формировать дополнительную пенсию могут только работники бюджетной сферы, повторяю, это образование, здравоохранение, культура, спорт. Для того, чтобы начать формировать, механизм очень простой. То есть заключается договор с Хантамасийским и Государственным пенсионным фондом. Для этого нужно иметь паспорт, страховое пенсионное свидетельство и в обязательном порядке копию трудовой книжки, по которой мы должны увидеть, что стаж в обязательном порядке не пяти лет. То есть если не хватает месяц-два, мы говорим, приходите через месяц-два, чтобы было обязательно день в день, пять лет. И только с этого момента, то есть заключив договор, у него в Хантамасийском и Государственном пенсионном фонде открывается счет, индивидуальный счет. Дело в том, что вторая половина идет отдельно от правительства округа, но деньги от правительства округа изначально лежат на солидарном счете. Но только при заключении договора, то есть счет у него становится у вкладчика двойным, то есть свои средства и средства из бюджета округа. Но когда мы выдаем, скажем, информацию о состоянии индивидуального лицевого счета, естественно, мы учитываем и одну, и вторую половину единовременно. По итогу года на свою только часть, то есть на средства вкладчика, только на эти средства начисляется инвестиционный доход. Я уже говорила, на 1 апреля гарантированный 6%. А конкретно в Сургуте куда можно обратиться людям? В Хантамансийский негосударственный пенсионный фонд, который находится на Дзержинского, 7.2, то есть адрес известный всем, то есть из 220 тысяч пенсионеров, которые на сегодня получают дополнительную пенсию из Хантамансийского негосударственного пенсионного фонда, 53 тысячи – это Сургут и Сургутский район. Поэтому это количество людей наверняка уже как-то всем проговорило о том, что Дзержинского, 7.2 – такая горячая точка на сегодня Сургута, где можно оформить работнику бюджетной сферы дополнительную пенсию. Но тем более вот сейчас осенью, как вы проговорили, у пенсионеров закончилась дачная пора, и все огромным потоком двинулись. Да, вот знаете, вот такой очень интересный момент, когда, приходя в учреждение бюджетное, начинаешь рассказывать о том, что у них есть такая возможность, у некоторых появляется некая такая зажатость и переживание того, а туда ли я вкладываю деньги. Поэтому для тех, кто сомневается, приходите к нам до Нового года по понедельникам, и вы познакомитесь с теми людьми, которые не сомневаются, и приходят и получают ежемесячно дополнительную пенсию. Причем можно посмотреть документально с Калининграда до Владивостока, такие города, которые даже мы и на слуху практически не произносим, разъезжаются наши югорчане, которые достигли пенсионного возраста, заработали себе дополнительную пенсию, и спокойно уезжают в другие регионы. Это и Алтай, и Москва, трудные перечестия города, и Краснодарский край, и Белгород особенно люди уезжают на сегодня, в Тюменскую область. То есть с перегистрацией никаких проблем нет на сегодня, и в общем-то очень все просто. Это и те, кто вовремя оформил для себя такой договор и начал формировать для себя дополнительную пенсию, довольно-таки безбедно может жить. То есть есть некие данные на сегодня по работникам бюджетной сферы. То есть сейчас начали получать дополнительную пенсию те бюджетники, которые сформировали для себя дополнительную пенсию еще при действии 81-го окружного закона. Там были некие моменты, скажем, как период выплат 15 лет. По 64-му окружному закону здесь период выплат более лояльный, скажем, для бюджетников. То есть свою половину он может получить в течение пяти лет, а средства, которые были положены из бюджета округа, они начисляются пожизненно. Вот что тут можно сказать? Между тем мы как раз и выяснили, готовы все-таки люди вкладывать свои деньги в негосударственные пенсионные фонды, прошу посмотреть. В любом случае государству нужна какая-то альтернатива, чтобы у людей была альтернатива государственному фонду, и они смогли выбирать. Иначе никакой конкуренции не будет, и государство будет диктовать только свои условия. Положительно. Дополнительная пенсия. Посоветовали мне. Ну и сама посчитала, что там у них обороты, проценты поболее, чем в государственном пенсионном фонде. Итак, представленная вами программа, она реализуется во всех негосударственных фондах, или только у вас? Вы знаете, мы горды тем, что Хантамансийский негосударственный пенсионный фонд это уникальный на сегодняшний день пенсионный фонд. который реализует такую программу в Югре. Таких пенсионных фондов в стране нет. То есть, если мы говорим о дополнительной пенсии для работников бюджетной сферы, и идет так называемое софинансирование, то есть на деньги вкладчика идет софинансирование из правительства округа, и этот закон, то есть этот механизм работает с декабря 2004 года, то есть подобное явление есть в государственном пенсионном фонде. И вы наверняка слышали о том, что есть 56-й федеральный закон, так называемый закон о софинансировании, когда жителям страны предлагают от 2 до 12 тысяч ежегодно вкладывать на свой индивидуальный лицевой счет в государственном пенсионном фонде, и причем ежегодно эта сумма удваивается государством, но не более чем 1 к 1, но не более чем 12 тысяч. И этот закон, 56-й, он действует до 1 октября 2013 года, то есть этот закон, к сожалению, вышел на 4 года позднее, нежели закон вышел в нашем округе. Поэтому уникальность нашего пенсионного фонда в этом и стоит. То есть на сегодня мы впереди планеты всей по пенсионным вопросам. Но подобная программа где-нибудь реализуется еще, ну, то есть в других регионах, кроме нашего округа. Или у вас такая монополия некая? Да, это некая монополия. То есть на сегодня жители Югры, в общем-то, защищены тем фактом, что есть дополнительная пенсия. То есть закон предполагает, что дополнительную пенсию формируют только жители Югры, и только работники бюджетной сферы на сегодня. Если мы говорим, что нефтяники, газовики, электроэнергетики формируют для себя дополнительную пенсию в своих корпорациях, в своих негосударственных пенсионных фондах, то Хантамасийский негосударственный пенсионный фонд под свое крыло взял работников бюджетной сферы Югры. То есть мы назначаем пенсию только для работников бюджетной сферы, я повторюсь, орденоносцы и члены союзов писателей и художников. Но все-таки вот если рассмотреть корпоративный фонд, ну, тех же газовиков, нефтяников и ваш государственный пенсионный фонд, есть ли какие-то различия или, возможно, выгодные плюсы именно ваших? Дело в том, что поскольку мы учреждены правительством округа и являемся оператором исполнения окружных законов, то есть в данном случае здесь финансирование идет из бюджета округа, то есть, собственно говоря, это гарантированное средство, которое поступает из бюджета. Сама работа, само действие работников не государственного пенсионного фонда заключается в том, чтобы корректно, максимально корректно разместить эти средства в различные инструменты для того, чтобы получить достойную прибыль. Дело в том, что получая прибыль от размещения данных средств, мы от этого тоже хорошо живем. То есть из 100% средств, если считать их, скажем, прибылью, мы имеем право оставить на своих счетах 15%, остальные 85% мы размещаем на лицевые счета вкладчиков. То, что касается негосударственных пенсионных фондов, которые организованы корпорациями, там действия федеральных законов другого уровня. То есть они имеют право, начислив до 12% на ФЗП, вывести эти средства из прибыли. То есть таким образом выводя, скажем, некую сумму из налогооблагаемой базы. То есть если сегодня налог на прибыль составляет 20%, то корпоративные пенсионные фонды дают возможность уменьшить эту налогооблагаемую базу. То есть вот это, наверное, основное отличие между негосударственным пенсионным фондом от правительства и корпоративными пенсионными фондами. Ну знаете, в итоге такое мнение, что работники пенсионного фонда, они и квартиры себе купили, и машины себе купили. Вы знаете, наверное, если бы это было так, наверное, в пенсионном фонде, наверное, было бы паломничество желающих работать в негосударственном пенсионном фонде. Ни одно высшее учебное заведение не готовит специалистов конкретно для работы в негосударственных пенсионных фондах. То есть для этого нужно иметь, наверное, не только экономическое и юридическое образование, возможно, и техническое, педагогическое отчасти даже, для того, чтобы донести данный продукт должным образом до потребителя. Потому что, имея некий педагогический навык, только приходя на аудиторию, мы рассказываем о содержании данных законов доходчиво и простым языком. Ну, чушь там реха таить, да, переводим с русского языка на русский, нашу законодательную базу, чтобы человеку было понятно, о чем идет речь. Я упустила маленько мысль. Ну, а если, опять же, сравнивая корпоративные, да, промышленные фонды и ваш фонд, он, в принципе, под крылом правительства находится. Есть ли какая-то подушка для амортизации в случае чего-нибудь? Дело в том, что в хорошие времена, наверное, так это можно назвать, то есть правительство, округа, Хантамасийский негосударственный пенсионный фонд вложило на 200 тысяч пенсионеров на 10 лет вперед, из расчета на 10 лет вперед на выплату губернаторской надбавки. То есть вот это было основное вливание, и эти средства мы должны были должным образом сохранить, размещая их в те или иные управляющие компании достойным образом. Эти средства приросли, то есть ежегодно получая люди губернаторскую надбавку, и за счет инвестирования, собственно говоря, эти средства не уменьшаются, а приумножаются. И на сегодня на счетах негосударственного пенсионного фонда более 20 миллиардов рублей. То есть, когда идет опасение наших югорчан о том, что вдруг не хватит денег в Хантамасийском негосударственном пенсионном фонде, бояться этого не надо. Если все те люди, которые заключили с нами определенные договоры, захотят единовременно расторгнуть этот договор, денег хватит на то, чтобы их вернуть вкладчикам, да еще и останется. Специфика вашей работы предполагает, что вы часто общаетесь с работниками бюджетной сферы. Как они реагируют все-таки на появление таких возможностей? Вы знаете, вот на сегодня, собственно говоря, мы начали очередные походы, скажем так, по работникам бюджетной сферы. То есть сфера деятельности бюджетников сейчас настолько напряжена, особенно в сентябре месяце. Вот поэтому трудно попасть, глядя в глаза работнику бюджетной сферы, объяснить еще раз о преимуществах этой программы. Но для тех, до кого мы дошли, до кого мы достучались, конечно, они воспринимают это с превеликим удовольствием. Вот. На сегодня мы начали заключать договоры, не, скажем, не единовичные. То есть раньше приходят к нам в пенсионный фонд, заключают договоры. А сейчас мы стали работать непосредственно с кадровиками бюджетных учреждений, которые прям списочно готовят нам желающих перевести свою и накопительную часть, оформить договоры о дополнительном пенсионном обеспечении. То есть мы начали работать непосредственно с кадровиками, с профсоюзами, лидерами для того, чтобы под свое крыло собрать всех работников бюджетной сферы. Но это определенное, опять же, бремя на кадровиков. Как-то будете их поощрять? Да, да. Значит, повторюсь еще раз, денег в Негостарственном пенсионном фонде хватит на всех, и мы готовы поощрять эту работу. Поскольку в отделе по работе с клиентами в Сургутском филиале находится всего 5 человек, мы, значит, сделали некий анализ количества работников в бюджетной сфере по Сургуту, по Сургутскому району. Их получилось более 22 тысяч человек. И если сейчас говорить о каком-то там процентном соотношении на 5 человек отдела, которые заключают эти договоры, конечно, это невозможно обойтись без самих работников бюджетной сферы. Поэтому мы заключаем как с юридическими лицами, так и с самими кадровиками агентские договоры. И вы готовы выплачивать энную сумму. Я не могу сейчас говорить о сумме. То есть с октября месяца эта сумма будет увеличена. То есть пенсионный фонд идет и на то, чтобы поднять, скажем, сумму выплат для этой работы. Если не секрет, работает уже сарафанное радио? То есть уже говорят, что вот мы пришли, потому что нам посоветовали. Да дело в том, что не то чтобы сарафанное радио. То есть дело в том, что закон-то работает с 2004 года. То есть есть масса людей, которые уже получают дополнительную пенсию. То есть к началу года, то есть по итогу 2011 года, когда, скажем, мы сделали некий анализ, сколько человек стали получать пенсию, эта цифра где-то колебалась от 1300 до 7500 рублей в месяц. Получают те люди, которые заключили договоры, то есть которые начинали у стока в существовании данной пенсионной программы. Вот. Последние данные, которые озвучили на сегодня, у нас в Югре есть работник бюджетной сферы, который назначил себе дополнительную пенсию в размере 39 тысяч рублей. И это радует. То есть, наверное, на сегодня ни один государственный пенсионный фонд не выдает такую пенсию в 39 тысяч. То есть мне, по крайней мере, такие люди неизвестны, которые получают государственную пенсию в 39 тысяч рублей. То есть, конечно, имея государственную и дополнительную пенсию такого размера, можно безбедно выехать за пределы Югры и жить там. Ну вот, насколько я помню, вы назвали около 50, да, чуть более 50 тысяч пенсионеров, которые именно в Сургуте. Да, Сургут и Сургутский район. То есть в архивах сургутского филиала вот такая численность. Эта цифра, я как понимаю, она самая большая в округе. Да, то есть на сегодня сургутский филиал, это самый крупный филиал в фантомасийском и государственном пенсионном пенсии. Я просто к чему? Так можно все-таки сказать по этой цифре, что народ действительно доверяет и начинает пользоваться этой программой? Да, можно сказать, четко уверена, что да. Начали бюджетники, особенно в последнее время, активизировались и начали заключать договоры на формирование для себя дополнительной пенсии. Но если возьмем, допустим, одна школа целиком может сразу прийти к вам? Ну, то есть не конкретно по каждому человеку, да? Вот списочной численностью обратились, подписали и пришли. Да, вот сейчас в сентябре мы начали именно вот такую политику вести. То есть мы организуем встречу четырех, я ее называю. То есть это директор учреждения, это профсоюзный лидер и инспектор отдела кадров и представитель Хантомасийского негостарственного пенсионного фонда. То есть мы еще раз проговариваем нашу законодательную базу. То есть о накопительной части трудовой пенсии. То есть на сегодня, с 1 июля уже накопительная часть трудовой пенсии пошла на выплату определенной категории людей. То есть мы проговариваем этот момент, проговариваем о законе о софинансировании, когда люди могут пополнять еще свой индивидуальный лицевой счет в государственном пенсионном фонде, влияя на размер государственной пенсии. Говорим об этих льготах именно для бюджетников, потому что они могут сформировать для себя дополнительную пенсию. И таким образом заключают договор или с юридическим лицом, то есть с самим директором из пенсионного фонда, или с кадровиком. Вот. И таким вот образом, вот, я могу назвать несколько школ, которые на сегодня уже заключили такие договоры, и готовят список именно на всех членов трудового коллектива. Ну вот, в принципе, мы сейчас живем в 21 веке, век технологий, когда упрощается регистрация пенсионеров, перерегистрация, документы обороты сокращаются, возможно. Вы знаете, с одной стороны это радует, с другой стороны, наверное, не очень. Дело в том, что поскольку процесс перерегистрации все-таки упростился, то есть пенсионер, житель Сургута или Сургутского района, может прийти в пенсионный фонд с паспортом, сказать, вот я тут живу, я на месте. И только таким образом мы продлеваем на следующий год выплату губернаторской надбавки. Те пенсионеры, которые выехали за пределы округа, они берут справочку, значит, по месту жительства о том, что он там прописан, прикладывают заявление в произвольной форме и по почте отправляют к нам в Кантамасийский негосударственный пенсионный фонд, здесь на Держинского, 7.32. В связи с этим, наверное, в велении времени пришлось кратно сократить численность сургутского филиала. То есть сейчас мы привыкаем работать в таком режиме, поэтому те пенсионеры, которые сейчас приходят на перерегистрацию, они привыкли, что все кабинеты настиж открыты, они могут пройти в любой кабинет. К сожалению, сейчас это не так. Несколько кабинетов, которые работают на перерегистрацию пенсионеров, привыкаем к новым условиям. Но пенсионеров это радует, что не надо пакет документов готовить, как это было ранее, достаточно только паспорта. Время, которое уходит на одного человека, оно тоже сокращается? Да, сокращается это время, значительно сократилось. То есть если взять, скажем, от момента получения паспорта от пенсионера и начало забивания данных, скажем, исходных данных в программный комплекс уходит где-то, грубо говоря, от двух до двух с половиной минут. Но, к сожалению, вот на сегодня новый программный комплекс «Каспер», значит, он объединился с сервером у нас в Хантамансийске, и сейчас идет апробация данного программного комплекса. То есть в программном комплексе работают в онлайне все филиалы представительства фонда. И немного идет, скажем, ну торможение некое. То есть мы сейчас этот механизм отрабатываем, вот поэтому, ну, к сожалению, не две с половиной минуты, а немного больше. Ну вот немножко получается некое недовольство пенсионеров, что вроде как бы хотелось сквозняком пробежать, но сквозняком-то не всегда получается, к сожалению. Но грядут перемены. Сейчас отрабатывается механизм возможности того, чтобы вообще пенсионеры не приходили на перерегистрацию. То есть по электронным базам, по банкам, значит, по электронной базе социальной службы, электронная база, с которой мы работаем, ЗАГСом. То есть мы видим перемещение пенсионеров. Вот этот механизм отрабатывается, возможно, после Нового года будут такие моменты, когда настанут такие моменты, когда пенсионеру вообще не надо будет приходить на перерегистрацию. То есть оно будет проходить автоматически? Да. То есть сейчас современные технологии нам позволяют это сделать. То есть нам нужно научиться этому работать. Как часто люди с непониманием относятся к программам, которые предлагает ваш фонд? То есть привычка российского человека, деньги в банку, в сторону и все. Или все-таки как-то исправляется эта ситуация? Дело в том, что пенсионное реформирование у нас произошло 10 лет назад. То есть есть понимание того, что зачем существуют вообще негосударственные пенсионные фонды. Вот люди уже понимают разницу между государственным пенсионным фондом и негосударственным пенсионным фондом. Вот интерес стал появляться. Люди приходят к нам на Дзержинского, то есть в отдел по работе с клиентами, дают полную информацию о деятельности негосударственных пенсионных фондов, в принципе, о работе нашего фонда. То есть есть понимание определенное, да, то есть все-таки 10 лет пенсионной реформы, поэтому люди знают. Ну а какое-то сотрудничество Вы осуществляете с государственным пенсионным фондом? Ну это тесная взаимосвязь с государственным пенсионным фондом. То есть сама работа негосударственных пенсионных фондов, она очерчена федеральными законами. Это однозначно. То есть те договоры, которые мы заключаем с жителями не только Югры, значит, по размещению накопительной части трудовой пенсии, то есть договор, так называемый, обязательного пенсионного страхования. То есть никому не секрет, что на нашем индивидуальном лицевом счете, то есть у каждого жителя нашей страны, есть несколько позиций. Страховая часть, накопительная часть, дополнительная часть, если он участвовал в дополнительных страховых взносах. Поэтому люди знают, зачем идут, размещая накопительную часть трудовой пенсии. То есть с июля этого года накопительная часть пошла на выплату, и пользуясь случаем, я хочу сказать, что те жители Югры, которые имеют на руках пенсионное удостоверение, мужчины с 53-го года рождения и моложе, женщины с 57-го года рождения и моложе, имеющие пенсионное удостоверение, они могут прийти в те управляющие компании, в Хантамасийский негосударственный пенсионный фонд, в государственный пенсионный фонд, если они не забирали накопительную часть трудовой пенсии оттуда, и назначить для себя дополнительную, вернее, накопительную часть. 360-й федеральный закон предусматривает выводу накопительной части при следующих условиях. Если сумма накопительной части составляет менее 5% из общего составляющего индивидуального лицевого счета, тогда эта сумма перечисляется на его сберегательную книжку, то есть на те реквизиты, которые он предоставил. Если более 5%, тогда делается перерасчет государственной пенсии мягко, скажем так. Но по опыту, допустим, что бы Вы хотели посоветовать югорчанам, как распоряжаться своей пенсией? Возможно, по Вашему же опыту. Вы знаете, часто задают мне вопросы, то есть сами работники негосударственных пенсионных фондов, то есть какими инструментами они пользуются для формирования дополнительной пенсии, когда они задают такие вопросы, я не строю никаких секретов и сама рассказываю о том, как я формирую для себя дополнительную пенсию. То есть у нас такого механизма у работников пенсионных фондов нет, как у работников бюджетной сферы. Нам бюджет округа, к сожалению, не докладывает, не софинансирует. Поэтому я участвую в законе о софинансировании. 56-й федеральный закон, который дает возможность участвовать в софинансировании до 1 октября 2013 года. То есть если сумма, первая сумма личных средств попала до 30 сентября, то данный вкладчик имеет право софинансироваться в течение последующих 10 лет, и ему государство будет докладывать средства один к одному на не более 12 тысяч в год. То есть в этом законе, в этом софинансировании я тоже участвую. То есть можно перечислять по одной тысяче каждый месяц, можно раз в квартал, а можно в течение года один раз положил 12 тысяч, и знаешь, что тебе государство на следующий год доложит такую же сумму. То есть у некоторых рекламных буклетов можно увидеть о том, что, скажем, получить от государства дополнительно 120 тысяч. Это как раз прописано в 56-м федеральном законе. То есть участвую в этом я. Значит, второй вариант. То есть пока я работаю, мне ежегодно государственный пенсионный фонд делает перерасчет государственной пенсии за счет тех страховых отчислений, которые работодатель перечисляет в течение последнего года моей работы. Вот. И у меня есть отдельный договор. Договор индивидуальный с Хантамасийским негустарственным пенсионным фондом, где я сама из собственных средств откладываю деньги на свою старость. Вот. Зарплата моя позволяет положить довольно-таки симпатичную цифру на свой счет. И я рассчитываю на то, что пока я работаю, откладывая туда деньги за счет тех инвестиций, которые дает Хантамасийский негустарственный пенсионный фонд, к моменту прекращения трудовых отношений у меня копится определенная сумма, на которую, собственно говоря, я могу рассчитывать в старости. То есть, в принципе, есть надежда, что наши пенсионеры скоро заживут, как пенсионеры в Германии, будут разрежать по всему миру. Вы знаете, надежда есть, наверное, у тех, которые сейчас, будучи молодым, услышали о том, что есть такой механизм, который более вник в пенсионную программу, значит, вообще в пенсионную реформу. То есть, сегодня все-таки есть такие люди, которые, скажем, долго думают, размышляют, и только тогда, когда, ну, там вдруг появляется слово «пенсия», начинают задумываться, а не пора ли что-то думать. Поэтому думать надо всегда с момента вообще начала трудовой жизни и начать как-то беспокоиться о своей старости. То есть, каждый раз мы киваем на зарубежных пенсионеров, которые имеют возможность, выходя на пенсию, путешествовать. Почему бы нет? То есть, на сегодня наши пенсионеры, которые вовремя сориентировались, тоже себе это могут позволить, по счастью. Поэтому я рекомендую всем, начав трудовую деятельность, начать заботиться о своей старости. Спасибо вам за содержательную беседу. Думаю, вопрос о важности перевода накопительной части дополнительной пенсии больше не стоит. Вы смотрели программу «Диалог». Всего вам доброго. До свидания. Только работникам бюджетной сферы Югры законам предоставлено право формировать дополнительную пенсию за счет бюджета округа. К вашим средствам добавится такая же сумма со счета правительства Югры. Заключите договор с Ханты-Мансийским негосударственным пенсионным фондом. Субтитры создавал DimaTorzok